День 14 февраля, день рождения Кедрина, Дмитрия Кедрина, потому что это такая очень уточненная дата. И поэтому я позволю себе прочитать стих, который я назвала «Подражание Кедрина». Почему это «Подражание Кедрина»? Мне вот таким получилось, я, собственно, не собиралась никому подражать, но когда стих получился, я поняла, что это «Подражание Кедрина». И вот я хочу вам его прочитать. И это пройдет надпись на кольце царя Соломона. «Разведи нас, о царь, разведи меня с женщиной этой. Мне она отравляет последние ночи и дни. В моем собственном доме мне нет ни покоя, ни света. Сжалься всяко давно, но убогого старца. Каждый день меня пилит, над немощью плоти смеется. Не найдешь, я клянусь, в целом мире жены моей зелень. Царь, она меня бьет всем, что под руку ей попадется. Ах, неужто же ты правоты не признаешь моей? Возвышаясь над всеми, блестая роскошным убором, Царь являлся моим подданным истинной мудрости лик. Он взглянул на проситель, будто пронзил его взором, И негромко промолвил. Я думаю, прав, старец. Государь, государь, юной девушкой, чистой, прекрасной, Я развратнику, моду родными была отдана. Он бесплоден был сам, а меня обвиняли напрасно. Все расстратил, все против, а я теперь злая жена. Что ни день, то бери, что ни день, то блудница другая. Жизнь увяла и высохла, как полевая трава. Неужели он прав в нищету мою старостью ввергая? Государь, государь, неужели же я не права? И старуха заплакала со стариком своим рядом. Сан, внимательно выслушав горькие эти слова, Покачал голову, окинул несчастную зубы на этом и сказал, «Права, не плачь, ты права, не сомнен, права». Подошел к Соломону тогда, царедворец лукавый, И в поклоне согнулся. «Дозволь мне спросить, господи, Разве могут противники быть одинаково правы?» Мне казалось всегда, правом может быть только один. Крепко стиснул кулак повелителя, И все замолчали. Но кольцо сжало палец, И словно мгновенно устав, Царь ладонь опустил, Преисполнил великость печали. Всем нагрев, все правы, И ты в своих детях правы. Вот, ну вот я сейчас хочу прочитать Три, когда поживаемых за Америка, Три совсем несерьезных стиха, Которые я писала, Бытность своих занятий, Когда занималась наукой, Вот эти несерьезные стихи, Они почему-то у меня получались Абсолютно всегда герзавы. И вот три таких штучки я хочу прочитать. «Чтобы попасть в вечность, Надо знайдеть учеников. Да, и по возможности каждый день. Из разговора. Муж многоумный Решил в вечность Пробраться украдкой, Многое звездом чернил, Бумаги попортил вообще, И вдохновленный вполне Научную школу возглавил, Сколь позволяло здоровье Учеников он имел. Силы истратил в борьбе, Задолбал до хренища народу, И, наконец, отошел В лаврах и званиях весь, И, рассыпаясь в оправку, В небытии растворяясь, Все же услышать успел В вечности глупо зелу. Некий могучий герой В священные дельфы приперся, Там перед Пифией он Вую покорно склонил. Сила меня до хрена, А у Мишка, увы, маловато, Как же с пустой башкой Подвиги мне совершать. Пифия долго тряслась, Верховно треножники сидя, И, наконец, изрекла Волю великих богов. Кто тебе, смертный, сказал, Что для подвигов Надобен разум? Радуйся, воин, Тебе был бы помех, Он. Ну и на защиту Кандидатской диссертации. Радуйся, оискулап, Рыдай от восторга, гигея, Тень непократа восстань, Жертвенной крови испи. Светлый ликует олим, Пируют бессмертные боги. Благоразумнейший муж Нынче свой труд завершил. Мучился долго герой, Истинный путь пролагая, Тонны бумаги и звел, Литры истратил черниву, Зубы последний истер, Науки гранит подгрызая, Перенапряг интеллект И насидел геморрой. Музы, тащите венок, Украстье разумного лавра, Спиртом разбавит нектар, Кубок вручите ему. Мне же подайте скорее Слакоголосую лиру, Задницы сильно свербит Подвиг всей славы. О, как бы я их ненавидела, С яростью зверя, Полного сил, И совершенно беспомощного, Перед этой маленькой дрянью, Пулей, выпущенной Из безопасного расстояния, В многим ничтожествам, С отчаянием смертника, Понимающего, что не успеть, Что ночь на исходе, И это уже все. О, как же я их ненавидела, Этих мальчиков Из приличных семей. Они разбираются в музыке, Немного рисуют, Пописывают стихи в юности От избытка эмоций. Но в свое время Мы начинали сделать карьеры, Не без поддержки, Однако же трудолюбиво. Они продвигаются На избранном поприще Без особенных взлеток, Однако весьма и весьма И смотрят на творчество, Сжигающее людей изнутри, Как на приправу. Экзотические сонки, Хорошо приготовленные Жизнь. Ну вот, а теперь Пацаны, эпидемия, Которые пересекуты, А потом дойдет дурно, Стоит одиночество. Возвращаясь с работы, Давно утратившись суть, Ставший чем-то вроде дурной привычки, На маршрутке разголками Тащишься, как нибудь. Выйдя под дождь, Ищешь в кармане спички, Чертыхаешься, Чиркаешь, Раз-то так десять подряд, Чувствуя, как простуда Гнездится в теле, Перетернув плечами, Стряхиваешь чей-то взгляд И, наконец, Прикуриваешь, Еле-еле. Вспоминаешь, что завтра, Но надо же, Выходной. Впрочем, от выходного Немного толку. Загустевшее время Ворочается за спиной, Щурится, Подглядывает сквозь щетку, За углом оно снова Движется по прямой, Жгучая, Словно кто-то его расплавил. Покупаешь батон И спокойно идешь домой. Не приходить домой — Это против правил. И в вопросе «Ну, как дела?» Почувствовал ложь, Точнее, источник какой-то Бодренькой фальши. Хочешь убить, И, зная, что не убьешь, Улыбаешь, Моешь полы И живешь дальше. Василию Русинкову, Замечательному Василию Русинкову, Замечательному Пальку. Нынче вокруг колокольни Полно лежит. Птичья забота, Знай себе, режь, дыши, Острым крылом возле моей щеки Чиркни, как лестни, Тенью коснись руки. Режь, перекраивай время, Пространство, жизнь, Резко ныряя, закладывая виражи, Криком сшивая невидимые края, И из воздушной раны Забьет струя чистого света. Что же, душа, учись, Не сожалей, не бойся, Пронзая ввысь, В воздуха легче, Стремительнее, чем стриж, Над колокольней Когда-нибудь ты взлетишь, Чьей-то щеки, Почти коснувшись крылом, Не вспоминает В вечность облог. Утежь меня, Пожалуйста, утежь, В моей почти пророческой печали, В конце времен, А может быть, в начале, Корчит мое вино, И хлеб не слезет. Утежь меня, Разбросанных камней Все большее, И тропа моя Все уже, И голоса из прошлого Все глубже, А выстрелы Все чаще и точнее. Услышь меня, Пожалуйста, услышь, Стадовиков пыля Проходят мимо, И размыкают несоединимо, И бытия Седую глубже, И тешим. Услышь меня, Я принимаю, Привычный мир Растрескан и расколот, И рвущийся снаружи Смертный холод Остановить возможно Лишь собой. Он сорвался с цепи И пробегал всю ночь, А кутрук В непрекаянном ужасе Странно глухом и невнятным Заскулил, заметался, Но вспомнил свою конуру И с поджетым хвостом Потрусил виноватым обратно. Кто придумал красивую фразу Свобода и смерть? Кто сказал вообще, Что есть выбор Подобного рода? Расшибая хмельную башку О небесную твердь, Неразручно со смертью Гуляет земная свобода. Без приютен желанный простор, И чем больше луна, Тем теснее внутри Средостений теплым и темным Заковорочек сердца. Но так беззащитная спина У того, кто придет Одиночество, Ну и последнее стихотворение, Совершающее, Ну и судьба, Так ведь меня могут Спутать те, Кто пишет народу и бабочку, Высказанные в сети. Да, я буду писать о бабочках и цветах, Всем смертям и воинам на зло Обязательно будут, Потому что мне не пройти через боль и страх, Если не пронесу их в себе повсюду. Да, я буду писать о них, Потому что они хрупки, Потому что их мужества Много больше, чем наши. Легкие крылышки, Тонкие лепестки, Целый мир, Что мудрее людей и старше. Буду писать, Потому что без нас, Без всех Жизнь обойдется, А вот без них Едва Попросту треск, Расколется, как орех, Планы, амбиции, Прочие трали-валишь, Потому что, Когда не станет Своих и чужих, И сквозь горький стыд И недоумение Мы возвратимся, То снова увидим их И разглядим. Вечность, внутри, Благодарим. Ну, спасибо.